Только в Куйбышевском районе Самары порядка 700 больных коронавирусом проходят лечение на дому. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции. За соблюдением ведут строгий контроль. Каждое утро сотрудники районной администрации обходят адреса и связываются с больными по домофону. А по вечерам делают контрольный звонок по телефону. Обзвон может растянуться на несколько часов, рассказывает управляющая микрорайоном Марина Максимова, под присмотром которой 40 человек. Иногда приходится быть в роли психолога. Люди сидят на самоизоляции, им не хватает общения. Кому-то просто необходимо высказаться, особенно жителям пожилого возраста. У кого-то есть некий вопрос по лечению, по состоянию здоровья. Соответственно, эти сведения мы через руководителя отдела передаем также в городскую больницу номер 10. С ними связываются уже медицинские сотрудники. В рамках своих, там, свои компетенции оказывают им помощь. Самое главное, за чем следят проверяющие, соблюдение самоизоляции. До получения отрицательного результата теста на коронавирус, человек не имеет права покидать стены своей квартиры. В противном случае им грозит административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Порядка 15 человек на сегодняшний день задействовано в этой работе непосредственно в обходах и в обзвонах. Таким образом, нагрузка на каждого сотрудника достаточно существенная. Но мы понимаем, что сейчас у нас в городе, во всем регионе ситуация достаточно непростая. Мы надеемся, что вот эта очередная вспышка пойдет на оболь в ближайшее время. И как раз таки, чем тщательнее этот контроль будет производиться, чем люди, которые сейчас находятся на домашнем лечении, будут более дисциплинированно себя вести, ответственно подходить не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих, тем быстрее эта волна схлынет. В Самаре сохраняется сложная эпидобстановка. Горожан призывают не посещать общественные места, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал. Все эти меры позволят разорвать цепочку распространения опасного вируса. Мария Левина, Николай Сидоров, События.